У всех тел есть скорость, импульс и энергия. Вот почему тела и не падают друг на друга. Нормально такое объяснение. Что подразумевается? Человек подразумевает, что Вселенная возможна на силах притяжения. Если у тела есть скорость, значит у него есть импульс и энергия, значит оно может войти в равновесие на какой-то орбите и не упадет друг на друга. То есть найдется частное орбитальное равновесие. В чем проблемность этой точки зрения? В этой точке зрения возможен только один вариант, что все тела находятся в равновесии относительно друг друга. Допустим Луна находится в равновесии планетарном вокруг Земли. Земля находится в равновесии вокруг Солнца. Солнце со всеми планетами находится в равновесии вокруг центра галактики. Галактика находится в равновесии вокруг центра определенного, к которому она обращается тоже. Скопление галактик тоже вокруг чего-то обращается. Ну, как бы теоретически это возможно, но невозможно на практике. Во-первых, это полностью не соответствует наблюдениям. Наша галактика не обращается, не является спутником какого-то более крупного макрообъекта. Галактика вот так вот не обращается вокруг чего-то. И следующая галактика. Ископление этих галактик тоже не обращается вокруг чего-то. У нас равномерное заполнение Вселенной получилось. Ну, по всем данным это объективная информация. Это возможно и теоретически, и практически. Практически мы это наблюдаем. Теоретически у нас равномерная весь галактик. Такой макрообъемный ковер расположенный. По-другому не получается. То есть вот эта вот точка зрения, что раз у всех тела есть скорость и пульс энергии, поэтому тела не падают друг на друга. Это мы разобрали только по равновесию. Только по равновесию по планетарному. Что, ну, невозможно чисто за планетарное равновесие спрятаться и на силах прямого притяжения получить картинку, которую мы наблюдаем за бортом. Есть следующий фактор. Вот он в следующем вопросе еще упомянут. Зачитаю. На моделировании макротел на силах притяжения схлопывание получается при определенных начальных условиях, то есть почти никогда. Ну, и орбитальные системы тоже получаются при определенных начальных условиях, то есть почти никогда. Моделирование макротел на силах притяжения. Ну, здесь исходной информации как бы нет. Просто моделирование макротел. Как вообще моделирование, мы имеем в виду гравитационное моделирование, как у нас гравитационное моделирование может осуществляться? У нас гравитационное моделирование может осуществляться через ускорение свободного падения. Мы взяли ускорение свободного падения и через него рассчитываем падение любых масс в определенный центр масс. Это вот вся концепция моделирования. Причем отмечаем сразу, что эта схема равна действительно как для притяжения, так и для приталкивания, то есть как для Ньютоновской версии, так и для Ломоносовской. Но формально по всем признакам притяжение невозможным. По следующему дополнительному фактору, вот силы инерции на прямом притяжении получить ниоткуда невозможно. Они не успевают получиться никаким образом. Для того, чтобы получить силы инерции, вам нужно базовое гравитационное опоро, которое совершает за счет колебания всех частиц составляющих массы, определенные движения. И получается объемная такая гравитационная волна, назовем это так, фон гравитационный, колебания гравитационные. Вот эти вот колебания, они определяют для любой частицы схему поведения. Вот любая частица не может колебаться вне рамок вот этой вот динамики, общее поле. Вот. Если у вас вот эта вот система не запущена, то инерции, в принципе, у вас никакой нет в системе. Вот вы построили притяжение, но вы не можете вот это вот создать на притяжении, у вас обвал системы получается. А на приталкивании, на равномерном отталкивании, которое дает приталкивание, эта схема как раз возможна, она работает. То есть мы получаем инерцию. И только тогда, после того, как мы получили инерцию, мы имеем возможность чем-то уравновесить какими-то силами инерции тело на орбите. То есть у нас есть прямое тяготение, допустим, но нет силы инерции. Или есть приталкивание, тот же самый вектор, и есть силы инерции, тогда у нас получается равновесие тела на орбите. По-другому невозможно. Далее, когда мы разбираем разлет какой-то по версии, например, большого взрыва какой-то массы, или не по версии большого взрыва, просто взрыва каких-то масс абсолютно пустой в модели космоса, да, у нас, ну, гипотетически, есть какой-то центр, да, есть какие-то массы разошлись в стороны от этого центра. Мы подразумеваем, что если бы там были какие-то силы инерции, то у нас массы, допустим, взаимодействия друг с другом, смеяли траекторию, пошли по каким-то круговым орбитам запустились или не круговым, и за счет этого они как-то равновесились и не падали в центр массы. Ну, в таком случае, во-первых, картина бы была такая, у нас бы вот эта вот область большого взрыва была непосредственно запланетаренно вокруг общего центра, иначе никак. Но даже само по себе это невозможно по одному простому принципу. Вот представьте, допустим, у вас вот центр, да, и материя разлетелась в стороны. Какие-то частицы или какие-то массы уже сгруппировавшиеся каким-то образом начали обращаться, пошли на орбитальное движение. Так вот, без учета инерции у нас не происходит вот этого движения. У нас вот представьте, как только у нас на эту массу начинает действовать прямое притяжение, у нас уже, вот, допустим, шла вот так вот масса, и мы включили прямое притяжение. У нас уже дальше вот этого движения нет. У нас есть моментально прямое, без сдвига, прямое падение массы в центр. Это не так, как мы привыкли, да, в реальной физике. Мы бросили камень, он летит по инерции. Инерции все, нет. У нас с этого момента просто прямое обвальное падение в центр. У вас сила инерции полностью отсутствует. У вас нет фактора никакого, который вот заставляет тело продолжить свое движение. У вас этого нет. И скорость, с которой у вас начинает падать тело, она превышает скорость, она превышает моментальное дальнодействие. Это просто вот моментальный обвал. Представьте, с какой... Вот у вас есть сила, но нет сопротивления тела. Вообще нет сопротивления тела. Вам кажется, что он сейчас пойдет вот так вот, вот так вот, пойдет, там как-то силы включили больше, но быстрее начнет как-то падать. А нет, у вас получается так, что вот она идет, она идет как фотон, у него нет инерции, ничто его не заставляет двигаться, поступать. Она вот любая микросила, это тело сразу же обрушивает. Вот такая вот ситуация на прямом притяжении. Как бы вам не хотелось вот эту вот схему получить или как-то по привычке основываясь на своем интуитивном восприятии тела во вселенной, как бы вы это не делали, этого не получится. Не соответствует реальной силовой составляющей. Поэтому вот эти вот версии, то, что вы размышляете об этом, это очень здорово, как бы надо представлять все это, всю эту динамику, но практика не соответствует. Откуда берется вот это колебательное движение поля всех частиц, соответственно, в этом поле, если... Вот существует, по идее, поле оно существует уже изначально, и, соответственно, оно не распространяется как волны, вот, и по этому отходу появляется вот это вот колебательное движение частиц. Ну, это простое движение. Вот давайте так. Вот представим, просто на уровне модели, не на уровне вселенной, а на уровне стартовых моделей. Вот мы взяли, заполняем вселенную, в каждый кубометр вселенной мы бросаем, допустим, сколько-то частиц. Или просто... Мы же не будем их статично, вот что они вот раз, и все, они закрепились. Даже если мы их статично ведем, что они вот в покое, в абсолютном, в каждую... в каждый куб введены, останется все равно какой-то вектор, который будет уравновешивать в рамках общего силового взаимодействия каждую частицу или каждую массу, введенную в куб. То есть, они какое-то смещение получат в разные какие-то стороны, хаотично и так далее. У этого всего есть средний вектор. Вот какой бы он не был, он какой-то мизерный есть. И тут дальше следующий очень забавный факт. Не важно, большой он или маленький, вот этот вот вектор, важно, что он есть, вектор перемещения масс в каждой точке пространства. И вот этот вектор перемещения масс, вектор перемещения частиц, он приводит к тому, что силовое согласование должно быть. Во-первых, есть движение, а во-вторых, какое-то силовое согласование, потому что у нас не должна производиться работа, у нас частицы должны идти по самому легкому движению, по оптимальному. Они не продираются, они не тратят энергию на продирание через силовые поля. То есть, у нас есть вектор движения и есть вот это вот стремление частицы пойти наиболее легким путем. Это так, если по-простому объяснять. На самом деле, это вот первичное наложение сил, когда в результате вот именно уравновешивания вот этого хаоса получается силовое движение, приводящее к планетарной образованию планетарных систем. Здесь вот не пропустить, не забыть вот этот момент объяснить. Вот представьте, что если мы запустили с разными, вот взяли две Вселенные образно. В одной запустили все частицы очень быстро, в обращении планетарное, А в другой Вселенной запустили частицы медельно. Когда там в результате силового вектора чуть-чуть начали обращаться, обращаться, обращаться. А вот и быстро-быстро-быстро. В результате с точки зрения наблюдателя в одной Вселенной и во второй разница будет вообще никак не восприниматься. А наблюдатель, находящийся внутри системы, не сможет этого понять, потому что он сам состоит из этих частиц. Как бы они медленно не двигались, для него это будет казаться быстро. И как бы они быстро не двигались, для него это будет просто обычно казаться. Поэтому мы не сможем даже понять, с какой скоростью, на самом деле, относительно какой-то внешней шкалы, наша Вселенная дает вот эти обращения. Они для нас просто естественны. Независимо, быстрые это колебания или не быстрые, поле мы получим в этом виде. И был такой еще вопрос в комментариях, что частицы, диполи, это поле. Диполи, это не поле. Вот у нас есть диполи, это частицы, обладающие полем, и колебания диполи у нас создают волновую составляющую для поля. Для общего гравитационного поля, для базового поля. Базовое поле – это совокупность всех полей. Колебания базового поля – это совокупность колебания всех полей, всех вот этих диполей. Ну и, в принципе, вот этот новомодный эффект, который называют квантовая запутанность. Это и как раз есть доказательства и проявления вот этих колебаний, согласованных базового гравитационного поля. Далее, прямой эксперимент по искривлению пространства. Как провести прямой эксперимент по искривлению пространства, узнать, есть оно или нет. Ну, нужно взять контрольный литр, просто такой стеклянный кубик, и влезть в него воду в разных участках пространства. И везде туда войдет ровно количество литров воды, что вблизи земли, вдали от земли, везде это будет вправо-влево и так далее. Это будет связано только лишь с давлением, но никак не будет связано с искривлением. У нас обычная схема будет для литров воды. То есть объемность у нас не меняется вне зависимости от каких-либо фантазий об искривлении пространства. Пространства нет теоретически, если уж совсем нужны смешные эксперименты, по практике возьмите, позаливайте воду в литр. В одних роликах Виктор говорит, что поле это одноименные заряды, в другом, что поле состоит из диполия, не могу сконцентрироваться. Это противоречит первому закону логики, в моей голове я что-то недопоняла. Я не говорил, что одноименные заряды это поле. Таких вещей мы не говорили в принципе, не можем. Есть поле, есть заряды, есть диполия. Это разные вещи. Вот поле, оно, это реальный физический объект. Мы его признаем реальным физическим объектом по одной простой причине. Потому что у нас, мы признаем материи по одной простой причине, потому что у нас есть определение материи. Материя это все то, что расположено в пространстве и проявляет какие-то свойства. Вот, все, что проявляет свойства и расположено в пространстве, это материя. Вот мы взяли шарик, магнитик, да, поняли, что осознали, что свойства проявляет. Поэтому мы этот объект, поле, признали. Дальше нам уже для дальнейших операций с этим объектом мыслительных, уже этого достаточно. Объективно существующий объект масломасляное. Объект реально существующий. Вне зависимости от наблюдателя. Поэтому поле это отдельно. Колебания на поле, это как раз, вот если у вас каждое поле, каждое базовое гравитационное поле, оно состоит из совокупных, из частей полей. Вокруг каждой массы есть поле, вокруг каждой частицы есть поле. Вот наложение этих полей друг на друга дает базовое гравитационное поле. Если частицы все колеблятся, колебаются, колеблются, то эти колебания распространяются на все физические процессы. То есть волновое воздействие передается в рамках поля, в рамках частных колебаний, и накладывает общую гармонику на общее поле. Получается у нас общее колебание в рамках гравитационного поля Вселенной. Вот в рамках этой концепции все просто, не более того. Но при этом диполи не становятся полем, диполи продолжат оставаться частицами. Про движение кометы в космосе я бы хотел услышать, почему скорость кинетической энергии этого объекта таковы, что он может столетиями двигаться по своей траектории и не захватываться подавляющими массами, ну и прочее. Я не могу понять, что необычно. Во-первых, траектория. Все траектории, так или иначе, вот такие, они имеют планетарный принцип. Они приближаются к какому-то центру масс, обращаются. Это может быть не круговая орбита, может быть круговая. Тогда это по типу планет. Может, в спрашившей литературе по кометам показывают, что в основном это вот такой эллипсоид, эллипс. Но вытянутые. Ну и получается, вокруг центра масс у нас захвачен объект центра масс, он обращается вокруг этого центра масс. Ну, пускай это не круговая орбита. В чем проблема? У нас все орбиты в определенном смысле не круговые. Мы их называем круговые, но у них есть отклонения. А здесь отклонения, ну, больше, чем мы привыкли. Не вижу этой странности, которую вы не можете понять. Почему столетие может двигаться по своей траектории и не захватывается массой? Он захватывается массой, может, в этом ошибка ваших рассуждений? Здесь просто нужно учитывать то, что в классической физике, если бы комета пролетала мимо какого-то достаточно массивного тела, то если бы его захватила масса, то комета бы на это тело и свалилась. Вот. А так как, ну, если мы рассматриваем физику в рамках отталкивания, то как раз все логично, что оно может там путешествовать, столетие. Нет, оно может путешествовать, но оно также может быть захвачено массой. Как бы я вот не вижу вот этой дроби здесь, в каком месте здесь что-то должно не сработать. Оно и даже по версии прямого притяжения, оно тоже может быть захвачено. Единственное, что сама схема не рабочая. Как бы вопрос все равно ваш не понят. Центральный масс, оно захватывается. Возможно, не так часто, но захватывается. Может быть захвачено, скажем так, корректнее будет звучать. Относительно черной звезды Джона Митчелла, Бессмертная Википедия, пишет следующее. Черная звезда – концепция массивного тела, гравитационного притяжения которого настолько велико, что скорость необходима для преодоления этого притяжения, равна или превышает скорость света. Впервые была высказана в 1784 году. Ну вот как раз и смысл. Звезда черная – гипотеза о наличии какой-то звезды, которой просто прямое тяготение создает такое ускорение от свободного падения, которое превышает скорость света в конечном итоге, грубо говоря, в простых выражениях. Ну это разные тела. Представьте, у вас просто в результате тяготения что-то случилось, или у вас в результате искривления пространства что-то случилось. Но это разная концепция. Вот в принципе разная. Называются по-разному. В чем проблема? Это разные объекты в самом принципе. Напоминаю, что до миллиона подписчиков нам остался миллион подписчиков. Формула Ньютона учитывает только два тела, участвующие в гравитационном взаимодействии. Потуги привлекают системы тел. Сбалансированный закон не имеет смысла. Ну да, формула Ньютона. Как вам кажется? Учитывает только два тела. У нас в формуле Ньютона есть две массы. Одна тяготяющая тела, вторая, которая падает на него. Одно создаёт поле тяготения, а второе в это поле падает. Но формула получена по фактическим обстоятельствам. Поэтому вам кажется, что формула учитывает только два тела. На самом деле формула учитывает реальный ход вещей в этой вселенной. Вот формула Ньютона учитывает то, как тело падает на другое тело в рамках этой вселенной. Вот будет во вселенной в реальном взаимодействии заключены там все тела полностью, это будет заложено в эту формулу. Не будет, это будет заложено в эту формулу. Будет половина, это будет заложено в эту формулу. То есть формула учитывает то, что происходит во Вселенной по факту, а не того, какие вы имеете на это фантазии ваши, как вам это мерещится. Да, читаете вы одно и второе, и третье, но мы посчитали полностью формулу для Вселенной в комплексе. У нас получилась та же самая формула, чуть-чуть более расширенная, но в упрощенном виде дает точную формулу Ньютона. Это мы посчитали на приталкивание, мы считали с полным взаимодействием всей Вселенной. Так что ваши представления заслуживают внимания, но они наивны и не соответствуют реальности. Давай математически выведи баланс, я буду долго сжать, как минус бесконечность будет действовать на тело, балансируя его. Массы даже галактик мизерны по сравнению расстояния между собой ничтожны. Объем материи Вселенной сколько там, 4%? Ну, весело, давай выведи баланс. Справиваясь на баланс, вот мы первым делом и вывели. Вот если ты откроешь ссылочку, там под большинством видео есть, там как раз расчет баланса и расчет равновесия, расчет взаимодействия для всей Вселенной. Там как раз через телесный угол определены воздействия от удаленного контура, от упрощенной модели, от полной модели, от какой хочешь, универсальный метод, позволяющий это делать. Для того, чтобы не было ошибок, там есть методика целая, что с бесконечно большими и бесконечно малыми не лебезели люди, не рабели, в обморок-то с них не падали. У нас есть грамотная методика, позволяющая это делать корректно. Это полностью превосходящий теорию множества инструмент, единственный адекватный, корректный метод сопоставления бесконечно больших и бесконечно малых величин. Так что поражать-то по поводу у вас точно нет. Вот у нас как бы есть тут маленькая возможность за вас повеселиться, но мы этого делать не будем. Просто вы не были на собрании и не знаете уровень работы, проделанный над этими материалами. И параллельно к этому, пожалуйста, не забывайте, какое бы ни было большое удаление, силу никто не отменял. И в этом направлении тоже работает же этот же принцип. Когда мы рассматривали со стартовой скоростью перемещения материи, что внутри системы не будет заметна, какая скорость на самом деле для потребителя, то же самое относится вот и к вашему вопросу. Даже если, не важно, вот большая сила гравитации по факту, маленькая сила гравитации, вот эти из самого удаленного участка Вселенной, какое-то мизерное, гравитационное воздействие долетает до нас. Вот есть уровень сил базовый, вот у нас определяется графиком единица на р квадрат. Там он стремится к нулю, но не обнуляется. Это вот как раз показатель силы. Вот неважно изначально в нашей Вселенной вот это вот показатель этой силы будет там одна единица или 148 миллиардов единиц. С точки зрения обывателя, потребителя внутри, мы не сможем эту разницу понять, зафиксировать. У нас на любом значении это взаимодействие для нас будет таким же колоссальным, потому что мы сами состоим из этого же взаимодействия на том же уровне сил. И поскольку это взаимодействие самое фундаментальное, самое мощное, все взаимодействия вторичны к этому взаимодействию, то это, собственно, фундаментально все объясняет, что все, 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 даже самые сильные взаимодействия, они меньше этого базового гравитационного взаимодействия. Поэтому, проехавшись по нему словами, и как-то его там уменьшить, сделать ничтожным, это подход наивный и бессмысленный, это несостоятельная точка зрения. Продолжение следует... Но дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»